Девушки отдыхают И побольше брутальности Понимаешь? Потом сюжет такой Они встречаются На 10-й странице где-то между ними пробегает искра И он ее пытается Но у него не получается Если страниц 200, то он пытается 5 раз Минимум А на предпоследней странице они уже изнывают У них все происходит и свадьба Нет, не могу больше А ты новую начни Спасибо вам большое Большое за аплодисменты Тут у нас в Мамхате был спектакль Посвященный 150-летию Станиславского И там участвовали не только актеры Но и режиссеры И режиссеры, которые никогда в жизни не выходили на сцену И вот один из этих режиссеров Михаил Угаров За кулисами подходит ко мне и говорит Игорь, а что вы делаете, когда волнуешься очень сильно Вот перед выходом на сцене Что мне сейчас делать? Я говорю, Миша, наглость Такая наглость, как будто тебе все равно И мне кажется, я его убедил Потому что самым наглым и убедительным был Михаил Угаров В этом спектакле Он играл Немировича Данченко Поэтому то, что я наглый И то, что я такой уверенный Это не значит, что я не волнуюсь Я очень волнуюсь Я в таком формате никогда не выступал Я, конечно, готовился к передаче Что-то же мне нужно умное сказать Хотя сегодня мне позвонил друг Вот буквально перед съемками Он в Германии И он говорит, ты знаешь, как Значит, золотовицкий золото Ну, ты знаешь, как это голд, да? По-немецки А виц, я никогда это не знал Потому что мне казалось, что польские корни Вот, он говорит А виц, это шутка Значит, золотая шутка Перед вами золотая шутка Так вот, возвращаясь к линии жизни Линии жизни, так это все интересно И я вспомнил Мимолетный случай Мы с курсом Вот многих ребят я сейчас вижу Выпускным Мы были в Новосибирске И нас повезли на Алтай И мы делали паузу Ну, как остановка Поесть, перекусить И очень много цыган Таборы Просто вот Настоящие Я такого даже не видел Я думал, что такого уже нету Нет таборы Настоящие поселения И ходят цыганки Конечно же, попрошайничают Дай погадаю Я всего этого боюсь Очень минительный Но тут, значит, подходит одна И говорит Вот, чернобровый Там этот, все Значит, все комплименты Я отдаю ей 10 рублей Но она погадала Так, вроде бы, как-то погадала Руку не показывала Потому что боюсь Мне кажется, что у меня тут все обрывается Где-то вот тут все Вот А она там с подружкой И мы идем пить чай И вдруг подружка это подходит И говорит Дай ручку позолотить Я говорю, послушай, ну только что Я вот Ты же слышал эти слова Которые она мне говорила Ты же мне будешь говорить то же самое Она говорит Да, чернобровый Я говорю, вот мне говорили Я за это уже дал 10 рублей И она сказала Потрясающую фразу Которую я запомнил Такая пауза У нее улыбка такая И она говорит И я не святая И она не проклятая Я думаю, ну классно вообще, да И ни с того, ни с сего И мы так раз и замолчали Все наши, значит, режиссерская Руководственная группа И замолчали все И я не святая И она не проклятая Вот понимаете И я не святой И вы не проклятые Вот линия жизни Понимаете Вот линия жизни Что это означало? Может быть, это так и Так и проходит у меня Вот такой вот Непроклятостью И несвятостью АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, как я с ребятами Занимаюсь вот так Можно я так сяду? Ничего, никого не обижу я Потому что мне кажется, когда я Когда я наоборот У меня пузо виднеется Раньше меня это обижало Но сейчас я знаю, что Многие меня видят в лицо И знают, что я актер Но не помнят фамилию И как хорошо играет Этот высокий полный артист Вот Вы где были? Сегодня были на встрече С полным артистом Ну высокий, полный такой Игорь Игорь Игорьевич Как начиналась актерская карьера? Как поступали в школу-студию МХАТ? И самое главное Кто помогал первые шаги делать на сцене На актерской? Уже несколько вопросов Так, с чего начиналось? Ага, как развивался? Кто помогал? Знаете, как начинались раньше Встречи с актерами? Нас артистов часто спрашивают И дальше уже пошло Я вам запомнился и полюбился По следующим Я всю свою жизнь Как бы оцениваю Как огромный большой лотерейный билет Знаете, как говорит мой герой Один из моих последних спектаклей Дом Он говорит Конечно, я считаю сейчас себя счастливым человеком Считаю Но не ощущаю Это действительно разные вещи Во-первых, был счастливый Действительно без иронии Я сейчас говорю счастливое Советское детство в Ташкенте Это было невероятное счастье Какие-то годы выпали На мое детство Одни говорят, что это застой А по-моему, это были прекраснейшие годы Вот счастье я гордился, что я советский ребенок Что мама с папой здесь Что сестра здесь Что полноценная семья Бабушка, квартира Все, несмотря на то, что землетрясение было в Ташкенте Я застал его На меня сыпались кирпичи А еще так было близко к войне Что я единственное запомнил Я был маленький Но запомнил, что весь город Люди-то эвакуированные Большинство населения И весь город кричал, что началась война Я вот это вот помню Потому что выли сирены И это было Вот запоминающие Это не было мне страшно Потому что я был маленький Я помню, что меня мама схватила Вот упала стена Это начала сыпаться Мама меня схватила Унесла, значит, на улицу А это были дворы такие Ташкентские дворы Знаменитые Потом весь город был в палатках Огромные военные палатки В них жили по 15-20 человек Это было невероятное Единение Представляете, за три месяца построили город Я сейчас ушел совсем в сторону Но это было Это меня до сих пор потрясает И никогда Вообще никто не спрашивал Кто, какой национальности Это было невероятно Так вот И что? Я пошел записываться в шахматный кружок Я пошел Потому что это было Последнее Куда я мог отпроситься у мамы Потому что остальные все кружки я бросал Я бросил, значит, пианино заниматься Фортепиано Поэтому я и хочу, чтобы рояль стоял Я бросил боксом заниматься Когда меня первый раз побили И я говорю, я пойду в шахматный И мама сказала Это последнее, куда ты пойдешь Потому что больше уже терпения у меня нет Все Значит, я пошел в шахматный кружок Дорец пионеров имени Ленина И шахматный кружок был закрыт Но был открыт прием в драм-кружок Потому что, и при том, был прием открыт для мальчиков Потому что там были одни девочки Так как я был явно выраженный мальчик Значит, девушка, с которой я до сих пор общаюсь Лилия, она зовет в Израиле Она говорит А у нее такое грассирование Такое красивое Игорь, скажите, а вы не хотели бы в драм-кружок? Я говорю, а у вас все там так разговаривают? Нет-нет-нет И я пришел в драм-кружок Это было счастье Потому что руководителям Дай бог, чтобы эта женщина сейчас жила Я помню ее, как зовут Только Карна Фиала Она закончила Театральный институт Вместе, кстати, с рецептором Народным артистом БДТ В Ташкенте Ташкентский театральный институт Был очень хороший Сейчас просто я не знаю, какой он Но был замечательный Очень многие там учились Так вот, драм-кружок был построен По схеме театрального образования Там была первая, вторая, третья И главная группа, где играли спектакли И вот В первой мы хлопали Передача хлопка была Во второй мы уже группе Что-то помогали уже Ну, отрывки если не делали То делали этюды А в третьей группе уже репетировали В четвертой уже играли спектакль И я сначала, до драм-кружка Думал, что я буду железнодорожником Потому что у меня папа был железнодорожником 50 лет И я, как все маленькие советские дети Знал, что я должен быть железнодорожником Потому что папа железнодорожник Я только ездил на поездах Потому что это было для железнодорожников Бесплатно Ташкент, Москва Двое с половиной суток Дыни, арбузы, помидоры А знаете, как из Ташкента везли помидоры Берутся зеленые, большие Они должны быть зеленые и твердые Кладутся в ящик И двое с половиной суток Они в ящики И приезжаешь в Москву, они красные Для меня это чудо до сих пор Почему, где они там И мы везли это родственникам Многочисленным родственникам нашим И мы привезли один раз, а родственников нет Огромный чемодан, помидор Что делать? Мы пошли с папой продавать Там торговал человек, допустим Я уж не помню, по чем По три рубля А мы с папой по рубль пятьдесят Чтобы быстро отделаться Быстро чемодан Вместе с чемоданом, по-моему Продали эти помидоры Так вот Ташкент, конечно И поступать куда? Нужно было поступать в театральный институт Я Это была наглость, конечно Я поехал сюда, в Москву Семьдесят восьмой год Экзамены сдавались Десять классов И я Я почти что поступил Но не поступил И мама сказала мне с папой Я не поступил Они сказали Сынок, значит иди поработай Я поработал Я слесарь-ремонтник третьего разряда Я ремонтировал токарные и фрезерные станки Значит У меня был учитель дядя Толя У него была рука Ну чуть меньше, чем этот стол И первый урок был такой у меня Я не в ПТУ пошел А просто вот учиться уже в бригаде Он подошел вот это свое ручище Взял ключ Вот так вот завернул гайку Говорит Открути Шесть с половиной часов Так Я подбивал ее Как-то А надо было просто взять Алюминиевую трубу Чтобы рычаг был больше И она бы быстрее открутилась Но рабочий класс Знаете Есть расхожие понятия И мы не отдаем отчет Что это такое А это прекрасные люди Вы знаете Это я сейчас вот перед вами формулирую Это прекрасные люди Потому что Они с такими судьбами И с такими невероятными биографиями И все это Когда мы какую-то вот под кальку всех И все Знаете Деревня пьет А рабочий класс у нас такой вот Да нет Я вот столкнулся с какими-то удивительными людьми Которых я до сих пор помню Прошло 35 лет Понимаете А я их до сих пор помню Даже обмывали мою первую зарплату И это же Даже люди выпивают Красиво Понимаете Это было искусство И они меня звали артист Конечно Потому что я им рассказал Я в Москве Вот пожалуйста А вы правда Мэгги Откинсон? Да правда Это я Вы же моя любимая писатель Оставьте автограф Пожалуйста мне Видал? Гений Страсть по заказу Мужчина ее сновидений Правильно Стрелы любви Ульяночка А что вы делаете вечером? У меня сегодня репетиция в хоре Так вы поете? Немножко Прекрасно Можно я за вами приеду сегодня? Киев Совесть имей Мужчин Ты никто Пойми это А я маги Откинсон Мами мои в Ташкенте Не верили Что я поступил без блата Соня Ну давай Кто у тебя там? Давай И мама моя гордо говорила Нет Он поступил сам Ну ладно Ну как сам В Москве Сам Невозможно Ну невозможно И все И мама каким-то образом убедила Но она понимала Что нужно Потому что мама всегда понимала Людей нужно отблагодарить И она На полном серьезе Говорит Значит ты поедешь А я приехал перед тем Как уехать уже в общагу В сентябре И она говорит Вот тебе дыня Две Одну значит Манюкову Руководителю А другую Кто МХАТом руководит А она так Я говорю Ефремов Ефремову Я говорю Подождите Как это Значит Я говорю Мама А как ты себе представляешь Вот я Ефремова в глаза не видел Я не на его курсе Он не ректор института Потому что ректором был Великий Родомысленский Вениамин Захарович Значит Он просто руководит МХАТом Он завкафедры Она говорит Значит так Сынок Я тебя учу Заходишь Здравствуйте Олег Николаевич Это вам от мамы И уходишь Я сейчас даже Что бы было с Ефремовым Это было бы невероятно Так я оказался В Москве И И столько людей Стало появляться Таких которых Можно считать Своими учителями Начиная от друзей Потому что Ни одного Ни одного Ну про театр я говорю Потому что кино Это другая история совсем Ни одного спектакля Я не делал с чужими людьми В жизни Ни одного Даже те которые не получаются Это были друзья Это были хорошие товарищи Это была Это была команда И И так было мне приятно Что на конференции Посвященной 150-летию Станиславского Очень правильно Сказала одна англичанка Ну мне кажется Вот так На мой вкус Театральный Что Станиславский Это прежде всего Коллективное существование В театре Это не набор Разных людей Разных актеров А это Это Как ни пафосно это звучит Это коллектив Единомышленников По-другому и не скажешь Мы должны быть одной крови И это действительно Началось с того Великого Мухата И так вот посчастливилось Мне потому что Это К сожалению Так редко бывает Когда Ты остаешься в той Компашке В которой вырос И это Безусловно счастье Это безусловно Та линия Которая вот не прерывается К сожалению Уходят Те которых я могу назвать Своими друзьями А в первую очередь Романа Козака Потому что Конечно Как Ефремов был Учителем для своих Сверстников И все его называют Учителем Олега Николаевича Ефремова Табаков Ненамного Младше его Да Ну все Они его называют Учителем Ефремова Я Я этого не понимал Я думаю Ну как это учителем Они вместе организовывали А теперь Когда вот Рома не стала Козака Я это понимаю Потому что Несмотря на то Что мы Рома и Игорь И мы дружили с семьями Я знал его Родителей И мы были в Ташкенте Он жил у меня дома И все-таки я могу сейчас сказать Что это мой учитель Потому что Если говорить про Про смелость Про эту наглость Которую я сказал Так нагло сказал Про наглость Конечно Это не наглость Это Некая такая Уверенность в себе Которая дает Опыт Вот пройденный С друзьями На сцене И это Рома Это Рома Козак Потому что Рома прочел Эту пьесу Петрушевской Которой 10 страничек Называется Она Чинзана Мы ее сделали Попали в нужное время В нужное место Мы объездили с ней Весь мир И это было Лучшая может быть Моя роль В жизни А вот Света Светка не ожидала Знаешь Ей всегдашний спектакль Нужно разыграть А то Знаешь Иван задаст им загадку Говорит Не будьте Светочка Сегодня сухой колбасы И сливы для Владика Один человек Вашу красную икру В купе с черной и белой На вино Израсходовал Светка Прямо счастлива Кто этот Кто этот Человек А тот отвечает Дед Ванька Который вашего Владика Шубу украл Да Кто этот Кто этот Человек А тот Отвечает Дед Ванька Который вашего Владика Шубу украл Да Кто этот Человек А тот Отвечает Дед Ванька Который вашего Владика Шубу украл Да 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 Главный герой, ну не главный герой, мы все были главные герои, но вот герой, к которому я приходил, Сережа Зимцов, сыграл человека, друга. В этом Чинзане, у которого умерла мама. И он не может про это сказать друзьям своим, он не может сказать. А мы пришли к нему выпить просто. Чинзана дают внизу, без очереди. И мы пришли. И вот этот Новород, ну это Петрушевская. Вот еще одна встреча. Она гений, ее уже так радостно, мы недавно с Верой, с моей женой, узнали, что ее проходят в школе. Она классик. И это так близко все, я ее держу за руку, мы с ней друзья, а она классик. За мою маму. Кстати, Костя, ты не договорил там насчет десятка. Почему? Какая десятка? Какая десятка? Какая десятка? Ну все, какая десятка? Ну какая сейчас может быть десятка? Вот так. Игорь Яковлевич, вы упредили немножечко мой вопрос. Я сижу и жду возможности узнать подробнее об этом замечательном спектакле, знаменитившем Чинзана по пьесе Петрушевской. И еще о создании театра студии «Человек». Говорят, что ваша гастрольная история с этим спектаклем практически легендарна. Гастрольные истории. Можно хоть какие-то наиболее колоритные сюжеты по этой части? Они все колоритные. Это же еще были времена перестройки, понимаете? Это был такой взлет этих студий во времена перестройки. Это трудности на досках, под досками, на качелях. Ну я сейчас перечисляю, как назывались. И вот мы человек, и театр студии «Человек» сейчас существует, и дай бог здоровья руководительницы Людмилы Романовны Рыжкован. Это был театр при Институте связи. И Роман Козак там учился. И не буду рассказывать историю, почему он там не стал учиться. Потому что... И стал рассказывать тут же. Вот. Ну потому что они... Про этот даже Урсуляк фильм снимал. Они порезали в день 60-летия СССР, они порезали флаг на 60 частей. Ну, праздновали 60-летие. Ну, хорошо, что их в тюрьму не посадили. Не посадили благодаря Александру Анатольевичу Ширвинту. Потому что с Ромой Козаком был Миша Ширвинт. И как-то Александр Анатольевич их отмазал. Там вообще была страшная история. Они резали на 60 частей. Ура! Союз нерушимый. Вот дурачки. Ну вот. Тогда были очень... Хорошие коллективы были вот в этих вот как бы самодеятельных театрах. И человек уже тогда гремел. Это было замечательно. Они делали польскую драматургию, которая тогда вообще не была равной. Это Ружевич, это Мрожек. Ах, это было прекрасное время вот этой вот драматургии восточноевропейской. И вот мы делали Чинзан, и Рома говорит, а давайте мы... Потому что мы делали это вне театра. И даже не было в мыслях еще сказать Ефремову, что у нас тут какой-то спектакль. И как раз была возможность открыть театр, сделать его профессиональным. И вот Чинзана. Давайте открываться этим Чинзана. Как мы репетировали? Мы репетировали у нас в Мариной роще. Мы снимали с моим другом Гришем Ануковым, который в этом спектакле играл, а теперь живет во Франции. Мы снимали двухкомнатную квартиру. Ну, да простят меня депутаты, которые запрещают сейчас выпивать. Мы выпивали вино и сочиняли спектакль. Не портвейн, сухое вино. И это было прекрасно. Это было счастье творчества. Как это банально вот у меня звучит, наверное. Но это так. По-другому это нельзя, потому что это был... Это был невероятный кайф. Мы придумали... Ну, на 10 страничек у нас был первый вариант спектакля. Два с половиной часа. Потому что там были одни этюды. Мы должны были затаскивать бабушку, звонящую в телефонной будке. Мы должны были срывать провода. У нас должен был троллейбус въезжать. И это была фантазия. И почему я говорю, что Рома Козак первому учитель? Потому что это не просто выучить текст, который не составляет труда. А это мы напридумывали такую историю, о которой даже не могли подумать, что она может здесь состояться. О трагедии вот этих трех пьянчужек, трех... Притом это же пьянчужки у Петрушевской, это же интеллигентнейшие люди. Понимаете? Но это получилось. Мы поняли это через спектакль 10, что это получилось. Потому что это была какая-то такая болячка. Веселая болячка. Веселая болячка. Веселая болячка. Веселая болячка. Веселая болячка. Субтитры zusammen 못 Теперь я чебурашка, никогда не подняшка, пристаньте, сразу лапу поддаю. Первый случай, это я вам расскажу, как мы поехали в Мюнхен. Мы поехали в Мюнхен, и тогда, когда уже перестройка, все, а вы знаете, все советские люди, знаете, что ни одной поездки, ни одного коллектива не было, чтобы не сопровождал человек из госбезопасности. И мы были не исключение, но основная группа уехала, раньше улетела, а мы втроем, три артиста, значит, три веселых друга, значит, мы втроем остались, и должны были втроем полететь через Франкфурт, во Франкфурте наш должен был встретить человек, русскоговорящий, пересадить в поезд, и мы должны оказаться в Мюнхене. Значит, английского мы не знаем, немецкого подавно мы не знаем, значит, за границей мы не были, я не был до Мюнхена ни в одной за границей, здесь был 88-й год, январь, вспомните, о молодежи я скажу, что не было лука репчатого в овощных магазинах, не было ничего, все можно было достать, но надо было блат, да, не было, времена такие были веселые здесь. И вот мы приезжаем во Франкфурт, а мой друг, который был до этого с другим спектаклем, слушай, я купил телевизор не той системы, ты отдай его там в этот магазин, я тебе напишу адрес. Я говорю, конечно, отдам, маленький телевизор такой. Я взял телевизор из Москвы, везу в Германию, опять отдавать телевизор. А вы все сейчас знаете, да, когда из Европы говорят, такс-фри, вам выплачивают, так вот, они мне, я даю тебе телевизор, они забирают паспорта, говорят, такс-фри отдавай обратно. Я говорю, как, ну ты вывозил, тебе такс-фри дали, я говорю, а у меня нет денег. Арестовывают нас. А мы-то не понимаем, что они говорят, мы пожимаем руки им. Они говорят, мол, садитесь, здравствуйте. Короче говоря, и нас арестовывают там. Я говорю, ну давай одному из наших, иди, посмотри, там же нас должен кто-то встречать. Каким-то образом, язык жестов, горизонталь, вертикаль, excuse me, por favor, thank you, you're welcome, выпускают, значит, одного из наших, он идет, приходит, говорит, нас не встречают. Как не встречать? Нас не встречают. У нас ни одного телефона, как и мобильных не было вообще, просто телефон, номер, чтобы ни одной марки нету. Мы голодные, арестованные, паспорта, значит, у этих баварцев, значит, и мы сидим, я говорю, а что делать, у нас спектакль завтра? Он говорит, я говорю, ну пойдем, ну пойдем, скажем, что мы русские, дайте нам посольство какое-то, в конце концов, я требую, чтобы... И мы, как Леонов, знаете, в этом осеннем марафоне, мы громко с ними разговаривали. Понимаете, мы артисты! Он смотрит на меня. Короче, мы им надоели, они говорят, идите со своим телевизором, все. И мы в этом, значит, Франкфурт, как будет известно, это самый большой аэропорт Европы, а может быть и мира. Огромный. Ни один человек нас не встречает, по-немецки, ничего, звонить куда? Мы не знаем. Я говорю, пошли сдаваться. Ну есть же представительство аэрофлота, кто-то есть же тут? Приходим, конечно, все представительства работают, аэрофлот не работает. У аэрофлота выходной. Что делать? Денег нет, жрать хуй. А теперь представьте, мы 20, сколько это, 88-й год, 27 лет, и там изобилие в аэропорту, там пиво, там какие-то вещи продают, там цветное все, там люди какие-то ходят веселые. И мы ходим, вроде бы мы здесь, но мы не здесь, мы не можем ни пива выпить, ничего, нас никто не встречает. У нас надо сказать, куда садиться, какой. Короче, идем сдаваться, пошли в полицию, они говорят, что в случае полиции уже, да, здраво, они говорят, садитесь, здравствуйте опять мы, вот, каким-то образом, фестиваль, Мюнхен, театр, написали, все. Что вы думаете, немцы дозвонились, дали нам денег, просто девушка какая-то, я знаю русский язык, я была, вот вам 25 марок, мы сразу пиво, ну а как? Но, мы-то знали, что мы едем поездом, и мы, как советские люди, у нас были котлетки, у нас все для поезда было готово, водочка была, у нас все было, в газетке котлетки, но мы же не знали, что поезда у них такие, когда 6 человек напротив шестерых, или там 4 против 4. И мы сели в этот поезд, значит, сидит какой-то, значит, монах, перебирает четки, какая-то женщина, которая видит, что мы курим беломор, или что-то мы курили там, а, кубинские сигареты я курил, легерос, воняли так, что можно было, у нас спички, они спички не видели такие, что это такое, мы говорим, спички. Короче, закончилось все тем, что мы с этими ребятами пили водку и ели наши котлеты, курицу еще там мама мне дала, разлам, ну, все было хорошо, вы куда, понимали, просто прекрасно. Как, знаете, как в женитьбе у Гоголя, покажешь на рюмку и на горло, понимает, что выпить, вот, все понимали, но дальше мы познакомились с голландскими ребятами, которые в соседнем купе, было громко у нас, у нас купе было громко, услышали нас голландцы и зашли к нам, говорят, и мы почему-то думаем, что они говорят по-русски, потому что мы понимаем, что они говорят, они говорят, мы голландцы, мы это поняли. Мы едем в Амстердам, они говорят, мы поняли, они говорят, поехали с нами, мы поняли это, мы говорим, а мы не можем ехать с вами, у нас спектакль, и они нас поняли, они говорят, а какой у вас спектакль, сколько там человек, мы говорим, трое, мы трое, они говорят, а зачем вам ехать, у нас же трое, поехали вы там, в Голландию у нас играете. Короче, мы с этими колландцами там, о-о-о, это были как инопланетяне мы были, нас трогали, понимаете? Ну, русские, да, о-о-о, а у вас там все вот это, тюрьма везде? Да нет, почему тюрьма, вот мы нормальные, мы все. Короче говоря, мы приезжаем в Мюнхен, там паника, вы не можете себе представить, мы потеряли троих людей. Но дальше началось счастье, потому что мы сыграли спектакль, и эти статьи, которые появились, что битлы живы, вот они, эти фотографии. Вот Чинзана, а если говорить там дальше, там была, знаете, сколько, Америка, вот в Европе мы не были, в Румынии только, и в Венгрии, в Финляндии играли даже, для финнов темпераментных. Ну что вы, как мы в Америке искали океан, когда мы прилетели в Америку, а тут далеко океан, они говорят, тут 20 минут. Ну, мы встали в 5 утра и пошли на океан. Мы же не знали, что 20 минут со скоростью 180 километров в час. А мы в плавках с ракетками. Поэтому еще по пустому городку университетскому, потому что воскресенье, и 7 утра, ну, перепад, ну, этого, значит, времени, и нам всем не спалось, мы в плавках, ракетки, что-то взяли еще, мячик с собой. Вот, и идем, и едет человек такой одинокий, мы его тормозим, и выучили на английском языке. Where ocean? Кто не понимает английского, где океан? И человек делал так, и уезжал, вот так, и уезжал, думаю, странный какой человек. И один только, по-моему, китаец, потому что только китайцы ничему не удивляются, потому что их миллиард. Чего им удивляться, видите? И мы говорим, where ocean, китайцу? Он достал карту, и говорит, мы сейчас здесь, а ocean здесь, ну, на китайском, но мы прекрасно. Если вы понимали, потому что мы были в ластах, и... Вот, он не удивился ничего, пожелал нам счастливого пути. Вот, этот китаец. А так как на карте все было близко, мы думали, ну, пойдем в сторону, значит. Короче говоря, закончился этот поход тем, что мы два часа пробуждали, два с половиной часа пробуждали, значит, по Америке. До моря потом нам еще было часов пять идти, наверное, там. Кто следующий вопрос? Игорь Яковлевич, о вашем первом режиссерском опыте рассказывают, что это было несколько экзотично. Но это было не то слово «экзотично», это само место экзотика. Место называется «Остров Мартиника». Маленький островок, на котором живут 300 тысяч человек. И, внимание, это Франция, это департамент Франции. Восемь муниципальных театров на 300 тысяч. Это так было удивительно вообще. Нас попросили с Сергеем Зимцовым сделать спектакль какой-то русский. И мы долго вот думали, давайте сделаем женитьбу. Она шла у нас, но из-за того, что там многих не стало актеров, вот как раз Рома Козак ставил этот спектакль, я в нем играл. Рома Козак – «Остров Мартиника» Моё почтение. Уж не с папенькой, любезной хозяйки дома, имею честь говорить. Делаем женитьбу, потому что все-таки это про любовь, там понятно, там нету национального... Ну, понятно, понятно. А значит, лететь нужно было 4 часа до Парижа и 9 часов от Парижа. Вот такой перелет. Там вылетел там утром, а прилетел в 4 часа дня или в 5 часов, там по-мартиниканскому. И они говорят, Игорь, тебя ждут, они для тебя играют спектакль. Министр культуры значит, этого острова, переводчица наша, которая и организатор всего этого дела, кто-то еще был, ну, какое-то начальство такое, какие-то чиновники. Я говорю, ну, конечно, сейчас. А я взял белые штаны, белую рубашку, такие белые туфли, все вообще. Думаю, ну, Остап Бендер, видите, Рио-де-Жанейро. Я прихожу, они все, они говорят, ребята, очень волнуются, спектакль короткий, час 50. Вот. И я сижу приблизительно, как вот ребята сидят передо мной, в втором ряду, в первом кто-то еще сидел там. А вот так вот сижу, и все они играют мне. И у меня через 10 минут выступает ночь, московская, потому что по Москве 3 часа ночи. И я так на плече министра культуры. И невозможно ничего. Вот это я один из немногих разов, когда понял, не возьму никакие спички, ничего. Я себя тут, это, и здесь, и язык себе, ага, с прикусанным языком, а спишь прекрасно, знаете. И больно тебе, больно, а ты спишь, потому что, ну, и больно, ничего. Это было, конечно, это было невероятно. стыдно, а еще меня в бок бьет переводчица наша, значит, почки отбиты, это нащипано до синяка, значит, но поспал я нормально, и проснулся, когда уже бедные, давайте, значит, актеры. Но я, знаете, что вам советую? Никогда, никогда не бойтесь извиняться. Вот это, у меня несколько таких было моментов. Вот извинишься, и кажется тебе, что ничего и не было. И я зашел, и я честно сказал, ребят, простите меня, пожалуйста, я виноват, у меня наступила ночь. И я им рассказал, и мы как-то очень поговорили. Но самая история была, что мне не хватало человека на роль яичницы, которая по-французски переводится омлет. Ну, нет у них яичницы, у них омлет. Ну, омлет и омлет, ну, нету актеров. Вот всех актеров перепробовали, нету омлета. И мне говорят, слушайте, у нас есть рыбак, его зовут, а все помню, Мано, его зовут Мано. Он очень любит театр. Но он рыбак. Я говорю, да слушайте, а что мы, с рыбаками, что ли, не общались? Я говорю, давайте. Рыбак рыбака видит издалека. Ну, он рыбак, я сын железнодорожника. Заходит огромный мужчина, красавец 60-летний. И знаете, я такого не видел. Вот, вот, рояль. Вот почему рояль мы поставили? Чтобы вам пример привести. Вот у него пузо было блестящее и гладкое, как вот этот рояль. Я даже когда смотрел, как бильярдный шар, такой черный, как бильярдный. И, ну, я говорю, Мано, извините, можно я потрогаю? Ну, потому что мне такой... Он говорит, пожалуйста. И действительно гладко. Видите, как... Притом, что он такой... И этот Мано, он ходил всегда в такой в сеточку, в маечке, в сеточку. А там же на западе как? Шесть недель спектакль. Мы начинаем репетировать. Уже билеты продаются на спектакль. Хоть ты тресни. И декорация делается. Все уже, все. Декорация уже давно делается. И этот Мано говорит, мне нужно только мои условия. Мне понравилась пьеса, мне нравится роль. Мои условия три часа в день перерыв. Я говорю, ну, не бывает три часа в день. Я говорю, особенно, когда... Я говорю, давайте вначале будет три, а потом, когда перед премьерой мы чуть-чуть... Он говорит, нет, невозможно. Я говорю, а почему? Он говорит, значит так, у меня мне нужен час обед, час секс, час сон. Я говорю, перед премьерой что-то можно отменить? Ну, днем что-то можно? Он говорит, давайте размышлять вместе. Что? Он говорит, давайте вместе с вами будем. Я говорю, ну, давайте. Он говорит, пообедать не надо? Я говорю, ну так, обед это святое, да. Я говорю, он говорит, после обеда обязательно секс. Я говорю, почему? Не засну. Я говорю, давайте, давайте тогда сон отменим. Он говорит, нет, после секса спать хочу. И все. Это замкнутый круг. Это все отменили перед премьерой, все отменили почти с перерыва. Не было Мано. Мано, сейчас у него секс идет, сейчас... Не надо отдать ему должное. Он никогда не опаздывал, правда. Он все, все, аккуратный такой, классный, приходил, все случилось, все произошло. Ну вот, спектакль, спектакль получился, да. Нет, хороший был спектакль, отличный. Они такие там... Еще у нас были условия, чтобы спектакль этот потом разбирался и помещался в чемодан. Ну, декорация. Ну, в четыре чемодана. Потому что надо было по островам летать. Это было очень смешно. Мы же будем гастроли по островам у нас потом. Да, пожалуйста. Игорь Екальевич, вы широко известны прежде всего, конечно, как театральный актер. А как, вот, на ваш взгляд, вот, сложилась ваша жизнь в кино? Ну, знаете, так, с возрастом начинаешь философски относиться к удачам или, там, к везению, да. Я считаю, что в кино, ну, может быть, лучшая моя роль впереди. Хотя мне не стыдно ни за одну роль, но так, чтобы вот сказать, что и у меня друзей, и много режиссеров, кинорежиссеров. Но как-то так. Так как в театре, вот, у меня удовлетворения такого профессионального, вот, кино нету. И я еще раз говорю, что есть фильмы, там, допустим, недавно мы гастролировали в Астане, в Казахстане. И подошел человек и говорит, Игорь, можно я вам подарю кассету, ваш фильм, в котором вы снимались в 87-м году, вошел в золотой фонд киностудии «Казахфильм». А вот для молодежи, я говорю, может быть, люди моего возраста знают, конечно же, что «Казахфильм», на «Казахфильм» снимал Кончаловский. Это была невероятная модная и очень прогрессивная киностудия. И там были невероятные кадры сами по себе киношные, потому что в Алма-Ате в свое время Мосфильм в эвакуации был. И поэтому там очень много осталось кадров со времен войны. И мне было это приятно, потому что этот фильм назывался «Непрофессионалы». Не думаю, что кто-то видел, хотя это, может быть, один из фильмов, который сам фильм по себе, не моя роль, а фильм. Это такой неореализм наш. Это был первый фильм Сергея Бодрова-старшего. «Черно-белое кино». И мы снимали про Лабухов, которые путешествуют по пионерским лагерям, зарабатывают себе на пропитании, которые обворовывают дом престарелых, убивают корову. Ох, как мы корову-то убивали в Казахстане. Ну, не, не, не убивали. Значит, помните, такие автобусы были, когда водитель сидит здесь, а пассажиры, он не перегородка, и вот так вот дверь открывалась, знаете, вот так вот дверь открывалась. Такие автобусы, ну, не пазики, а типа пазиков. Короче говоря, загнали корову, вот так вот загнали ее, а только потом мы узнали, что коровы ходят только передом, задом коровы не ходят, а в пазике заднего выхода нет. И вот здесь вот едет водитель, а здесь, извините за выражение, зад коровы. А здесь вот около водителя сидит оператор, блестящий оператор, как сейчас я запомнил его, никогда мы больше не общались, Федор Михайлович Аранышев. Федор Михайлович как Достоевский, и Аранышев, такая благородная фамилия, работал без света киношного, только с натуральным светом. Это было замечательно. И вот оператор, водитель, казах. Вот. И зад коровы. А надо сказать, что Бодров старший, Сергей, он заикается. И это можно говорить открыто, потому что он не стесняется этого. И он, знаете, заика может вылечиться только тогда, когда у него есть комплекс. Если у человека нету комплекса по поводу того, что он заикается, он никогда не вылечится. И у старшего нету комплекса. Он заикается, вот и заикается. Кто не знает, в кино есть две команды. Камера, мотор. Ну, потом, может сказать, начали, да? И когда Бодров говорил, К-к-к-к-камера Камера это еще быстро он говорил А когда еще автобус трясся Вот так вот, потому что мы ехали на скорости Вот, а мы должны были Кадр должен был в следующем, что на скорости Корове связали ноги И мы как бы видим милицию И этой корове даем по башке вот так вот И там внизу ребята рабочие И они должны дергать, уберить корову, бедная корова И она должна была падать И как будто мы ее убили Короче говоря Камера он сказал быстро, значит Бодров А мотор, он сказал Мама И он уже сам смеется А не может ничего сказать И он говорит, скажите кто-нибудь уже Вот, кто-то крикнул, значит мотор Начали, и мы эту корову пьем Эти значит А еще автобус Автобус едет со скоростью там 60 км Но едет Вот, это значит казах, он снимается в кино Он такой веселый, а вот здесь вот зад коровы И корова не падает А корова в прединсультном состоянии Потому что снизу ее дергают Здесь ее бьют по башке Она худая такая Она поднимает хвост и как начала Метать лепешки в этого водителя Вот так, а тут стенки нету А это все снимается Мы не можем Тогда на него А он не может оставить Короче говоря Это невозможно было Он весь, он вот такой Все трясутся, значит Весь автобус Значит, корову эту не А эти дергают корову Она худая-худая, но здоровая все равно Это смешно, это ничего не сказать Это невозможно Но главное дальше Что корову не вывезти, она с задом не ходит А надо же ее как-то вытянуть Ее не вытянуть Потому что все в этом Вот Разобрали половину автобуса Открутили Никогда не На заводе прикрутили вот это все Разобрали половину автобуса Открыли дверку какую-то заднюю Значит, деревяшечки Ну корову эту хотелось убить, конечно Вот что Было хорошо Потому что так по-живому снимался этот фильм По-моему, хороший фильм Можно я у вас спрошу В связи с вашим рассказывающим? Давайте Вы так рассказываете Я от смеха уже не знаю, что сказать Значит, Игорь Яковлевич, какой вопрос Вот вы в Амхате 30 с лишним, наверное, уже слушаете 30 в этом году 30 лет Да, 30 лет Вы на режиссеров не в обиде Что ваш вот талант такой Экспрессия ваша Задействована А вот что-нибудь такое пафосное, трагическое Не обижайтесь на режиссеров Что особо так не приглашают Вы знаете, мне кажется, что Ну это на собственном опыте только поймешь Нельзя на режиссера Ну вообще нельзя В нашей профессии Она настолько зависима И настолько неблагодарна Если начнешь обижаться То ты и закончишь с этим сразу А не хочется самому Ну хочется Вот я вам говорю Ну может быть это горько мне говорить А может и А может и так и должно быть Может быть Иванов Который так вот Спектакль Иванов Который в Амхате не пошел По разным причинам А роль у меня там Вот мне казалось, что Я лучше не могу играть Вот я вот не могу лучше И все, не могу И у меня все вот рвется уже внутри Там такая трагедия человеческая Представляете Друг твой стал жить с твоей дочерью И я до сих пор иногда Вот так думаю О невероятности этой пьесы Которая я видел прекрасно Как Евгений Павлович Леонов играл Как ни странно Вот этот спектакль Я сам спектакль не помню А помню только Леонова Он играл какую-то там Боль Ну не буду сейчас углубляться В разборы чековских пьес Ну конечно иногда Хочется что-то А самому поставить А самому? Ну если ставить Значит кто-то другой будет играть Нет, это нельзя так Так нельзя Я так Неправильно так В кино так неправильно Но в кино еще можно Потому что это снимается урывками А в театре это невозможно Это не это не сделаешь И не то не сделаешь Ну во всяком случае Даже когда Олег Николаевич Ефремов Ставил спектакли Ну он два состава делал Он репетировал Он репетировал с кем-то А потом туда вводился Ну потом играл Я еще раз говорю Неблагодарна нашей профессии На кого-либо обижаться Обижаться можно только на себя И потому что Действительно Это так непродуктивно Обижаться Вот это непродуктивно Вы думаете что я не обижаюсь Обижаюсь Сейчас обижаюсь Вот сейчас в данную секунду И есть люди Но Ну и что Ну вот я на них обиделся Или с ними тогда перестать общаться Что неправильно тоже Ну это же друзья Или там знакомые даже Да Потому что Очень зависимая профессия Тогда ты перессоришься со всеми Будешь обижаться Считать себя Гамлетом От Элла И Дездемоной Вместе со всеми Офелиями Да А смысла в этом никакого не будет Так лучше Ну да Когда Если бы Если бы может быть Мне не хватало бы работы в театре Так вот Ну Самореализовываться Наверное бы Какие-то предпринимал бы шаги Но знаете Наверное прав Все-таки прав Воланд Когда Никогда ничего не проси Придут сами и дадут А с другой стороны Неизвестно В нашей профессии Иногда не зазорно попросить Я знаю много примеров Попросили И правильно сделали Что попросили Просто я Знаю Кухню нашу Поэтому вот За профессию актерскую отвечаю И режиссерскую наверное Да Конечно хочется Конечно Ну чем я Чем я не Ромео допустим А при сегодняшних трактовках А почему бы и нет Вечер добрый Игорь Яковлевич К слову сказать Вместе с вами В те далекие годы Ходил по улицам Ташкента Тоже Челандзар Первый квартал А я восемнадцатый Учился там А я восемнадцатый Ну видите Учил узбекский язык Ассалам алейкум А вопрос Очень Ассалам алейкум Сильно сыграли Да Вот И результатом нашего совместного творчества с женой И подтверждением тому что мы действительно 25 лет вместе Наши дети Старшему Алёше 25 лет Вот он как раз и родился В год когда мы поженились Сразу Мы 9 месяцев не ждали Поженились Сразу Алёша родился Все А потом через 9 с половиной лет родился Саша Ему сейчас 15-16 лет 15-16 Саша Как понимаете Сын железнодорожника Я со своей женой познакомился в поезде Она наврала что она художница Хотя она была актриса Вот Я поверил А мы такие все важные были Но это было романтично Действительно романтично По-моему ей понравился не я А Гришка Мануков Который во Франции Вот Сынок это не говори маме Саша Ну вот Знаете я когда думал Ну надо как-то закончить Вот такой вот разговор Который мне очень понравился И спасибо вам большое За ваши лица И так далее И вопросы Почему я сказал И так далее Непонятно За ваши лица И так далее А что и так далее За ваши лица Спины Плечи Вот За ваши лица Заинтересованные Но Я Я конечно же Горжусь своими детьми И было бы смешно Ими не гордиться Я горжусь Алешей Потому что он Владеет Вот этим вот инструментом Которому Я к сожалению Не владею Но У нас дома Стоит пианино На котором я занимался В Ташкенте Пианино Рига А папа так как Железнодорожник Говорит Сынок я пришлю тебе пианино Это мой свадебный подарок Вам с верой И он прислал пианино В контейнере Мы открываем контейнер А там одна арфа Рассыпалась пианино Все рассохлось По пустыне Но Надо отдать должное Рижанам Вот Советский Союз Все таки Рига Да Значит Рассыпалась Не разломалась А просто отклеилась Нашел клей Нашел человека Рига стоит Алеша Выучился И поэтому Я бы хотел Чтобы мы так Закончили Так Песенкой Джазовой Алешенька Алеша и его друг Олег Нам сейчас сыграют Песня называется Джели Ролл Я не буду ее переводить Потому что это довольно Пошлое название Не надо переводить Перевод такой Линия жизни Да, да Практически Пайф Пайф Ну вот что Я еще горжусь Ребятами своими Тут мои бывшие ученики И сегодняшние ученики Спасибо вам большое Мне было очень приятно А дальше песня продолжаем Клопаем И танцуем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо большое Спасибо большое Спасибо Спасибо большое Спасибо 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 за субтитры DimaTorzok